Уважаемые коллеги, всех приветствую. Понятно, что даже в двух коротких докладах обсудить всё невозможно. Слишком обширная тема, потому что COVID-19 стал активно изучаться, беспрецедентные были исследования, и мы получили огромный массив информации. Сегодня я бы хотел поделиться рядом других исследований, которые рассматривают вот эту коморбидную проблему с других немножко позиций и акцентов. Поскольку в докладе невозможно всё обсудить, вот мы с издательством Геотар Медиа сейчас готовим 9-е издание книги «Аритмия сердца», и там мы уже включили раздел COVID-19 «Аритмия», и там тоже можно будет познакомиться. И я надеюсь, что в начале где-то следующего года эта книга уже будет коллегам доступна. Проблема взаимосвязи коморбидных заболеваний, она чрезвычайно сложна. И нередко в исследованиях создаётся впечатление, что заболевания и состояния связаны, а на самом деле это только роль вмешивающихся сторонних факторов. И поскольку все факторы исключить в наблюдательном исследовании невозможно, это же не рандомизированные исследования, поэтому не всегда наблюдательные исследования в последующем подтверждаются. Если мы говорим о влиянии коронавирусной инфекции на «Аритмия сердца», то, конечно, это впрямую либо миокардит, или, что заметно чаще бывает, повреждение миокарда. Кроме того, коронавирусная инфекция, как и другие инфекции, могут выступать в роли триггера, запуская или обостряя нарушение ритма. Ну и, безусловно, в пандемии мы встретились с проблемой недоступности медицинской помощи пациентам, поэтому ведение пациентов с заболеваниями сердца, и включая ритмии, было усложнено, и, соответственно, что не так эффективно мы вели эти состояния. Ну и, как любое коморбидное состояние, нередко эти заболевания носят двунаправленный характер и усугубляет тяжесть друг друга, и, безусловно, в усиление тяжести свой вклад вносит и психосоматика, о чём коллеги уже рассказывали в предыдущих докладах. Ну вот структура аритмии. Ну, синусовая аритмия мы не берём, потому что как-то в аритмологии они не считаются столь серьёзными. Ну, здесь вы видите, что преобладают наджелудочковая тахикардия, реже желудочковая и реже брадиаритмия. Такая структура характерна и для аритмии вне рамок COVID, безусловно. Но что обращает внимание? Вот этот красный столбик – это значительное повышение синдрома удлинённого интервала КУТЭ. Причём здесь бралась общепринятая оценка – это 500 миллисекунд. То есть выше неё появляется уже реальный риск жизнеопасных желудочковых аритмий и в ряде случаев даже фибрилляции желудочка. В целом аритмия регистрируется у каждого десятого госпитализированного пациента. Ну и безусловно, что аритмия нередко развивается на каком-то фоне, на фоне заболевания сердца или значительных каких-то факторов риска сердечно-сосудистых. Ну вот здесь вы видите структуру, что чаще всего лежит гипертония как фоновое заболевание, диабет. Ну и традиционные сердечные проблемы – это недостаточность и коронарная болезнь. Но вот когда стали строить прогностическую модель и попробовали оценить вклад коронавирусной инфекции и традиционных заболеваний сердца, то выяснилось, что в этой ситуации роль коронавирусной инфекции была выше, чем обычных заболеваний сердца, которые предрасполагают к развитию аритмии. Что касается бродикардии, мы в предыдущем уже докладе обсуждали это, поскольку в период пандемии частота выраженных бродикардии и имплантации кардиостимуляторов вообще не возросла. Ну и здесь вы видите, что и смертность от бродиаритмии тоже не увеличилась, поэтому этой проблеме мы здесь уделять большого внимания не будем. А вот фибрилляция предсердия – это, конечно, серьёзная проблема, и она изучалась очень сильно у пациентов с коронавирусной инфекцией. Причём, как обычно, чаще она у пожилых, и чем тяжелее инфекция, соответственно, тем чаще выявлялась впервые возникшая фибрилляция предсердия. И хотел бы обратить внимание, что и у неинфицированных пациентов тоже повысилась частота заметно фибрилляции предсердия, в разы повысилась. О чём это говорит? Это говорит о том, что в повышении частоты аритмии играли роль не только инфекционные факторы, а скорее неинфекционные факторы. Они хорошо известны, да, это повышенное употребление алкоголя, что было зарегистрировано в пандемию, гиподинамия, снижение доступа к медицинской помощи, ухудшение лечения, допустим, да, потому что были даже проблемы с доступом к медикаментам и так далее. В данном случае вы видите, что достаточно надёжные данные. Почему? Потому что они регистрировались имплантируемыми устройствами. Иначе фибрилляцию предсердия довольно сложно оценить. Почему? Она в большинстве случаев бессимптомная или малосимптомная. И, конечно, когда мы говорим об оценке частоты, лучше использовать, безусловно, мониторинг с помощью электронных устройств, которые автоматически регистрируют эти состояния. Что касается причинной связи, то её обнаружено не было. В том числе использовалась так называемая менделеевская рандомизация. Как и другие аритмии, фибрилляция предсердия заметно ухудшает прогноз. То есть повышается частота осложнений у госпитализированных пациентов, смертность повышается. Но это не значит, что сама аритмия привела к смерти. На самом деле фибрилляция предсердия к смерти это не приводит. То есть мы работаем с жизнеопасными аритмиями, это в основном, конечно, желудочковые аритмии. Вот в данном случае многофакторный анализ подтвердил это общепринятое положение, что сама по себе фибрилляция предсердий остановку сердца вызвать не может. То есть её учащение и ассоциации связаны с другими неблагоприятными факторами риска. Безусловно, основные усилия и исследования были сосредоточены на проблеме смерти, от чего умирает пациент из коронавирусной инфекции. И во многих исследованиях, в предыдущем докладе я показывал исследования на население Нью-Йорка, Парижа и так далее. Но вот в данном случае представлены регионы Италии разные. Здесь вы видите заметный рост в период пандемии, частоты вне больничных остановок сердца. Возросло число и госпитальных остановок сердца. Большая часть она рассматривается как внезапная сердечная смерть. Каждый 20-й в этом исследовании пациент госпитализирован с COVID был реанимирован в связи с остановкой сердца в больнице. И посмотрите структуру. Ну, она традиционная, кстати говоря. То есть в основном это не шоковый ритм. То есть это асистолия, другие формы. То есть дефибриатор здесь не работает. И вообще оживить пациентов с не шоковым ритмом весьма-весьма проблематично. Ну, кстати говоря, такая же структура и для внебольничных остановок сердца, особенно в последние годы, вне COVID. Такие исследования, вот недавно шведское было крупное регистровое исследование, это тоже самое было. Это пациент, которого мы наблюдали, и у него появилась коронавирусная инфекция. Консультировали мы его дистанционно. Ну, вот здесь вы видите фрагмент выписки из медицинской карты. И что обращает внимание, да? Длинный интервал КУТЭ, то есть корригированный, 506. Это значит, у него были риски. Естественно, самый первый вопрос, который задаёшь себе, а природа какова удлинение интервала КУТЭ? Ну, безусловно, в коронавирусную инфекцию основной вклад вносила лекарственная терапия. Фрагмент выписки, перечень препаратов, которые пациент принимал, ну и, безусловно, обращает внимание, азитромицин, то есть макролид. Мы хорошо знаем, что макролиды могут вызвать желудочную аритмию, повышенный риск внезапной смерти, то есть к этой группе препаратов. И раньше отношение было весьма-весьма настороженное. Аритмология традиционно тесно связана с высокими технологиями. Это довольно сложная область. И не случайно основная часть кардиологов не очень любит диагностировать и вести аритмии. Там есть большие сложности. Но хочу сказать, что вот эти гаджеты, да, современные, мобильные устройства существенно облегчили возможность диагностики аритмии. Это касается и часов. Вот в данном случае, смотрите, использовали смарт-часы для оценки интервала КУТЭ. Причём, если поместить часы примерно на уровень, да, вот здесь исследователи, где-то В5, то можно получить хороший сигнал и более-менее приемлемо получить оценки интервала КУТЭ. И я бы ещё здесь обратил ваше внимание, насколько корректно здесь измеряли КУТЭ, потому что на электрокардиограмме видно небольшая вариативность РР-интервала. А какие бы формулы ни принимай, а всё равно скоррегировать вот эту вариативность достаточно сложно. И здесь рассчитывали средние. Ну вот не случайно мы в кардиоэксперт внесли раздел, где можно рассчитать средние показатели интервала КУТЭ. Вот здесь исследования показывают частоту неблагоприятных сердечных лекарственных реакций. То есть здесь желудочек, аритмии внезапные, смерть нарушения проводимости. И опять обратите внимание, синий столбик доминирует удлинение интервала КУТЭ. Другое исследование, показывающее частоту разных неблагоприятных лекарственных реакций при использовании азитромициногидроксихлорохина, лапинавира, ретонавира. И опять смотрите, да, насколько доминирует среди других аритмий удлинение интервала КУТЭ. Это проблема, потому что, если вы помните, эти препараты довольно широко применялись, особенно на ранних стадиях. И вот мы говорим о рекомендациях российских. А они ведь очень долго включали в себя необоснованные препараты, даже опасные. Когда уже было понятно, что эффекта-то не было, а там до десятого и большие здания, они всё равно сохранялись. Там и необоснованно применялись практиками эти препараты. И это вносило свой вклад, безусловно, в неблагоприятные исходы пациента. Ну вот здесь тоже метаанализ был проведён, где получали гидроксихлорохин с азитромицином или без него. И видите, что нередко там возникали удлинение интервала КУТЭ и увеличение интервала КУТЭ. А его вообще считали в клиниках, которые ввели ковид-то. Те пациенты, которых я видел, у меня не сложилось впечатление, что КУТЭ интервалу уделялось какое-либо вообще внимание. Ни в диагнозах, ни в расчётах, ни тем более в ведении пациентов. Крайне редко, ну, среди моих пациентов я таких случаев даже не знаю. При том, что интервал КУТЭ мог быть увеличен. То есть когда электрокардиограмму пациенты приносят, ты смотришь, а там КУТЭ-то был весьма-весьма приличный. И вот, к сожалению, этому аспекту, который мог вызвать и желудочковой аритмии, и часть смертей мог вызвать, да, не уделялось существенного внимания. Ну и даже если наши рекомендации возьмите, посмотрите, уделяется там этому внимание существенно или нет. И в связи с актуальностью этой проблемы было предложено несколько алгоритмов, несколько инструментов для ведения пациентов. При удлиненном интервале КУТЭ у пациентов вот с COVID-19. Ну, он универсальный, кстати говоря. Его можно использовать и при других, безусловно, состояниях. То есть это коррекция электролитного баланса, отказ от препаратов, удлиняющих КУТЭ, телеметрический мониторинг ЭКГ, потому что КУТЭ-интервал, он в принципе варьирует, да, то есть он может весьма быть динамичным. Ну и, безусловно, измерять КУТЭ-интервал после назначения препаратов с разным интервалом в зависимости от того, какой препарат каким путем был введен. Ну и хочу обратить внимание, что на КУТЭ-то может влиять и другие факторы. Например, вот здесь, смотрите, лихорадка, да, может повлиять и на КУТЭ-интервал. Здесь двунаправленная веретенообразная характерная тахикардия запускается. То есть надо всегда быть готовым, когда ведешь этих пациентов к лечению этой аритмии, чтобы и магнезия была на готове, и другие препараты, которые могут улучшить ситуацию. И когда пациент приходит к кардиологу с жалобой на сердцебиение, эта проблема уже частично обсуждалась, то, безусловно, если мы говорим о психосоматике, да, и кардиологи, к сожалению, не очень хорошо обычно подготовлены в этой области, а те, кто занимается этой проблемой, хорошо знают, что если пациент пожаловался или пациентка чаще, да, на сердцебиение, то в большинстве случаев там скрывается отнюдь не аритмия, не экстрасистолия, а именно снижается порог ощущений, в первую очередь за счет тревоги, и поэтому большое внимание следует уделять выявлению и ведению этих пациентов с тревожным состоянием. Ну, я вот хотел показать такое интересное исследование, оно небольшое, китайцы его сделали, ну, красивое, хорошее, сделанное исследование. Здесь они сравнивали шкалу сердцебиения, ощущение сердцебиений с частотой сердцесокращения. Ну, то есть сердцебиение не зависит от частоты на самом деле. Тахикардия, нормальный ритм, либрадикардия. Все равно у пациента ощущаются удары сердца. Хотя при учащении, конечно, это нередко их больше беспокоит. Кстати говоря, вот некоторые формы, так называемые, да, неадекватной синусовой тахикардии, они тоже могут скрывать за собой тревожное расстройство. Справа вы видите, да, что чем выше тревога и чем выше даже депрессия, то, чем чаще пациенты ощущали сердцебиение. Ну, это для людей, которые занимаются психосоматистой, совершенно очевидно. И в этом случае, конечно, нужно не антиаритмические препараты применять, а, безусловно, эффективно контролировать тревогу. И как только вы тревогу подавляете, либо коротко транквилизаторами, либо в долгую, да, антидепрессантами, сердцебиения уходят, и пациенты счастливы. При том, что до этого они многократно лечились разными препаратами, включая серьезные антиаритмики. Ну, и вот заключение, выводы, да, то, о чем мы с вами уже говорили. В радиаритмии не увеличили смертность пациентов с COVID-19. Во время пандемии повысилась частота фибрилляции предсердия, которая ассоциируется с повышением госпитальной смертности. возросло число вне госпитальных, госпитальных остановок сердца. Значительно повышается у госпитализированных пациентов частота удлиненного интервала КУТЭ, что требует оценки пользы и риска медикаментов. Ну, и сердцебиение после тяжелой особенно формы COVID-19 могут связаны с психологическим дистрессом, ну, в большинстве случаев тревожного спектра. Ну, вот, коллеги, все. Спасибо за внимание.